Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина почтили память легендарного тренера Юрия Тюленева. А на площади Куйбышева состоялся турнир по баскетболу 3 на 3 «Самара-Опен». Талантливый кинодокументалист – корифей самарской журналистики. В Самаре появилась памятная доска на доме, в котором жил Борис Кожин. Какие ярмарки особенно любят жители города и как в этом году выстроена торговля на продовольственных локациях? В мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной обсудили работу муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Новый 93-й сезон Самарский театр оперы и балета открыл концертом на крыше модного городского пространства «Станкозавод». В лучах заката над Волгой прозвучали номера из опер, оперет и балетов русских и зарубежных композиторов. В Самаре почтили память заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева, который воспитал плеяду знаменитых баскетболистов. Губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, ветераны, тренеры, любители баскетбола, воспитанники Тюленева возложили цветы к мемориальной доске, установленной на доме, где жил тренер. Затем на площади Куйбышева состоялся настоящий спортивный праздник – турнир по баскетболу 3х3 Самара Опен в памяти Юрия Тюленева. В этом году соревнования собрали рекордное количество участников. На нем побывала Светлана Кудрявцева. Он любил детей, но был строгим и справедливым педагогом. Настраивал юных баскетболистов только на победу, вспоминают воспитанники и коллеги легендарного тренера Юрия Павловича Тюленева. Его не стало в 2008-м, но каждый год ученики, коллеги и друзья собираются вместе, чтобы почтить память наставника. Он относился к своим воспитанникам, как к своим детям. Первая тренировка у него была, например, в 7 утра, а последних в 6 вечера заканчивалось. То есть он проводил практически весь день с ними. На сборах, на соревнованиях. Очень увлеченный человек своим делом, поэтому и результат у него был такой хороший. Юрий Павлович был жестким и справедливым тренером, которым должен быть каждый тренер. То есть он не просто нас тренировал, он учил нас жить. Он прививал нам именно инстинкт победителя, что если ты выходишь на площадку, ты должен обязательно победить. Один из лучших тренеров Куйбышевского и Самарского баскетбола Юрий Тюленев воспитал целую плеяду успешных баскетболистов. Среди них более 20 мастеров спорта, 33 кандидата в мастера, олимпийские чемпионы. Тренировался у Тюленева в школьные годы и глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор, а также глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости церемонии возложили цветы к мемориальной доске. Ее по инициативе Дмитрия Азарова установили на стене дома, где жил заслуженный тренер, на улице Садовой, 212 Б. Ежегодно в память о Юрии Тюленеве на площади Куйбышева проходит турнир по баскетболу 3х3 Самара Опен. В этом году его посвятили еще и году педагога и наставника. Я очень рад тому, что наш турнир, турнир, посвященный памяти великого самарского тренера Юрия Павловича Тюленева, фронтовика, человека, который дошел до Берлина, был награжден орденами и медалями нашей страны, проходит 14 раз. Конечно, память о нашем и моем наставнике мы с друзьями и товарищами, с нашей командой пронесем с собой через всю жизнь. Давайте воздадим должное наставникам, нашим учителям. Каждого из нас они есть. И давайте вспомним их сегодня и поблагодарим аплодисментами. Спасибо тренеру, спасибо наставнику. На площади организовали 17 именных кортов, посвященных наставникам. А на главной площадке свое мастерство показали сильные духом команды баскетболистов-колясочников из Ульяновска и Димитровграда. Команда «Форвард» представляет город Димитровград. Олга Ульянов. Затем состоялись матч тренеров и матч звезд, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Ключок. Азаров. И хотя борьба была упорной, на табло равный счет победила дружба. Всем участникам звездного матча вручили золотые медали. В этом году турнир по баскетболу «Самара Опен» собрал рекордное количество участников. 324 команды или 1300 спортсменов. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В Самаре появилась памятная доска Борису Кожину. Талантливый кинодокументалист, корифей самарской журналистики. Он ушел из жизни в 2021 году, оставив большое творческое наследие. На открытии мемориала присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры региона Ирина Калягина, председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова, коллеги и друзья кинематографиста. Виктория Шарая подробнее. Талантливый кинодокументалист, корифей самарской журналистики, глубокий интеллектуал. В Самаре в День российского кино появилась памятная доска Борису Кожину на доме, в котором он жил по адресу Красноармейская, 62. Борис Александрович родился в 1938 году, а ушел из жизни в 2021, оставив большое творческое наследие. Кожин был редактором 400 номеров киножурнала «Поволжье». Он создал около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев. С идеей увековечить память Бориса Александровича, Союз журналистов Самарской области обратился к губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона идею поддержал. Я благодарю сегодня всех, и от имени Дмитрия Азарова хочу сказать слова благодарности всем, кто сегодня пришел на эту встречу. Союз журналистов, которые выступили с этой инициативой, город, который ее поддержал, наши коллеги, Союз кинематографистов, все люди, которые просто пришли сегодня почтить память этого удивительного, абсолютно простого, открытого и доброго человека. Я хотела бы поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова, который поддержал идею Союза журналистов и помог нам осуществить то, что мы задумали. Сегодня мы с вами будем открывать памятную доску. Вообще я хочу сказать, что Дмитрий Игоревич Азаров, даже не будучи губернатором, нам всегда помогал. То, что касается культуры, для него это очень важно, и он всегда интересуется, какая нужна помощь, что нужно сделать. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены исторические факты о Самаре и Самарском регионе, людях, которые внесли вклад в процветание Самарской области. На открытии памятной доски присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова, коллеги и друзья кинематографиста. Это человек, глубокий интеллектуал, человек энциклопедических знаний, не только про Самару. Я понимаю, что если Борис Александрович бы заговорил со случайным прохожим, который не знает Самары, никогда не был в нашем городе, но просто пообщавшись с Борисом Александровичем, он полюбил бы нас с вами, и город, и жителей всей своей душой. Рада, что эта доска появляется на историческом доме, и рада, что она открывается в год педагога и наставника, который у нас в 2023 году объявлен нашим президентом, потому что Борис Александрович был не только наставником для своих учеников, для юных журналистов, но по большому счету он был наставником для всех нас. Надпись на памятной доске – цитата самарского писателя и журналиста Эдуарда Кондратова. По мнению вдовы и сына Бориса Кожина, она наиболее емко характеризует Бориса Александровича. У меня тронули в свое время слова Эдуарда Альдратова, вот они, кстати, на доске. Орфей Самарских подворотников и Пушкин Болжских берегов. Он славил и славил Самару, Богу, везде, где Борни был. Он был необыкновенно счастливым человеком. Я ему в этом плане очень завидую, в хорошем смысле. Он шел на работу, как на праздник. Он не всегда относился с огромным любопытством, интересом. Вот по всему, от написания сценария, вплоть до сдачи картины в госпинок. Борис Александрович написал сценарий к нескольким десяткам документальных фильмов, среди которых «Столица эвакуации», «Большой зал», «Болдина», «Судьба Алексея Толстого», которые стали классикой самарского документального кино. Виктория Шарая, Игорь Казановский, «События». Организацию работы осенних муниципальных сельскохозяйственных ярмарок обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. На сегодняшний день в Самаре работают 13 круглогодичных ярмарок на 569 торговых мест. Это на 8 объектов больше, чем в прошлом году. Формат ярмарок востребован среди жителей, предпринимателей и фермеров. Самарцы ценят не только свежую продукцию, но и порядок цен. Как правило, они чуть ниже рыночных. Какие ярмарки особенно любят жители города, и как в этом году выстроена торговля на продовольственных локациях, узнала Ольга Павлова. Время собирать урожай, а это значит, что большинство сельскохозяйственных ярмарок города ждут самарцев за покупками. Свежие фрукты, овощи, только что собранный мед, мясо, рыба и настоящие волжские раки по ценам ниже рыночных. В этом году в столице региона работают 13 круглогодичных ярмарок на 569 мест. 25 августа открылась торговая локация, которая особенно популярна у самарцев – ярмарка у музея Алабина. Приобрести здесь товары можно по пятницам, субботам и воскресеньям. Общее количество доступных мест – 157. Из них на данный момент используются 70 торговых мест именно сельхозпроизводителями. На ярмарке действует единый дизайн-код, используются фартуки и ценники единого образца. Также для сельскохозяйственных ярмарок изготовлены в едином стиле передники для столов. Формат сельскохозяйственных ярмарок востребован среди жителей, предпринимателей и фермеров. Самарцы ценят не только свежую продукцию, которая перед осенним сезоном особенно желанна, но и порядок цен. Как правило, они чуть ниже рыночных. Особой популярностью у горожан пользуется круглогодичная стационарная ярмарка на пересечении Киевска и Тухачевского. Здесь для увеличения покупательской активности с апреля месяца проводился цикл тематических мероприятий – День плова – День шашлыка. Запланированный на август день яблочного спаса в связи с дачным сезоном и сезоном отпусков был перенесен на сентябрь, так что у жителей города еще будет возможность попробовать бесплатные угощения, поучаствовать в конкурсах и продегустировать фермерскую продукцию. В летний период времени на территории нашего города, именно на набережной, на четвертой очереди, с 24 июня по 7 июля была организована и проведена муниципальная специализированная ярмарка по продаже текстильной продукции. На данной ярмарке был представлен широкий ассортимент текстильной продукции, который был привезен с разных городов России – это Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Пермь, Краснодар, Воронеж и другие города. Также перед летним сезоном особым спросом пользовалась ярмарка в поселке Мехзавод у ДК «Октябрь». Здесь был представлен широкий ассортимент товаров, но чаще всего жители Самары приобретали саженцы и рассаду. Закрывшись 20 мая, ярмарка вновь возобновила свою работу 25 августа, представив множество продовольственных товаров. В целом на потребительском рынке Самары продукты представлены в широком ассортименте и в таком ценовом диапазоне, который позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан. Глава города Елена Лапушкина дала поручение специалистам профильного департамента тщательнее следить за санитарным состоянием территорий, отданных под сельскохозяйственные ярмарки. Все продовольственные локации должны быть правильно оборудованы для торговли, а скопившийся за день мусор собран и вывезен. Очень неприглядно выглядит, когда выставляют эти лотки, причем лотки все разномастные, на коробочках, на ящичках, какими-то клеенками, пакетами прикрыты. Вот на это прям особое внимание. Для обеспечения качества и безопасности продукции на крупных ярмарках организовано постоянное присутствие лаборатории Самарское ветеринарное объединение. Также ее специалисты предоставляют услуги ветеринарно-санитарной экспертизы. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре с начала сентября скорректируют расписание движения автобусов по дачным маршрутам. Из-за сокращения светового дня транспорт на некоторых участках будет отправляться раньше. Подробности у Светланы Тимофеевой. Традиционно с наступлением осени расписание движения автобусов подвергается корректировке. Из-за сокращения светового дня на некоторых маршрутах транспорт будет отправляться в город по измененному расписанию. В этом сезоне в Самаре действует 29 садово-дачных маршрутов. С октября автобусы будут ходить только в субботу и воскресенье. Организованные перевозки традиционно завершатся к началу ноября. Кроме того, в профильном департаменте напомнили о возможностях льготного проезда. Благодаря этому существенно снижается его стоимость. Для студентов и школьников стоимость проезда составляет около 17 рублей. Отмечается, что только в Самаре существует возможность совершать поездки на таких условиях. Еще такой приятный бонус для студентов, которые вчера еще были школьниками. Они могут перенести остаток денежных средств со своей школьной карты на новую карту студента. В Самаре существует несколько видов карт. Единая транспортная, безлимитная, студенческая, школьная и льготная. Карты выпускают в виде пластикового прямоугольника и в виде брелка. Пополнить их можно в офисах транспортной карты. Подробнее узнать можно на сайте единого оператора «Объединенная транспортная карта» или по телефону «Горячей линии». Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Нацпроект «Жилье и городская среда» – губернаторский проект содействия. Благодаря этим программам в Самаре обновляют общественные территории и дворы. Жители сами определяют, каким будет пространство вокруг них. О том, какой вклад могут внести самарцы в преображение своего родного города, расскажет Галина Топилина. Во дворе домов 76, 78, 80 по улице Агибалова в Самаре скоро будут новые площадки для отдыха и занятий спортом. Проектом здесь предусмотрена детская площадка и комплекс для занятий спортом, силовыми упражнениями, воркаутом, баскетболом. Будут оборудованы и места для отдыха с лавочками и урнами. Под ногами безопасное прорезиненное покрытие. Концепция простая. На тяной части сделали маленькие качели, горки, маленькие комплексы для того, чтобы дети младшего возраста могли заниматься. Также предусмотрели жители варианты занятия спортом. Вот со спиной как раз у нас натоит комплекс, который предусмотрен для сдачи различных ГТО и так далее. Реализация проекта стала возможной благодаря активности местных жителей и губернаторской программе содействия. Финансирование проекта производится за счет средств федерального местного бюджетов при участии самих жителей и спонсорской помощи. Этот проект позволяет в кратчайшие сроки реализовывать идеи, задумки, мечты жителей. Он был создан по инициативе губернатора Дмитриевича Азарова. И этот проект позволяет реализовать интересные проекты и те виды работ предусматриваются, которые не предусмотрены программой «Комфортная городская среда». По словам жителя близлежащего дома Алексея Адякина, от идеи до ее реализации прошел год. В прошлом сентябре жители совместно с районной администрацией разработали и согласовали проект. В декабре проект был утвержден конкурсной комиссией программы содействия на областном уровне. И с началом строительного сезона подрядчик приступил к обустройству площадок. Вместе с жителями мы проводили голосование по используемым здесь мафам, выбирали вид качелей, вид тренажеров. Все это у нас было открыто, мы размещали объявления на подъездах, на самих площадках. Любой желающий мог в этом голосовании поучаствовать. И в результате общим голосованием выбрали комплексы, которые установили. В итоге администрация этот проект утвердила. Благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этом году в Самаре отремонтирована 51 дворовая территория и 4 общественных пространства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Более 20 дворов по губернаторскому проекту содействия. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и психоэмоциональная разрядка. Ничто так хорошо не воздействует на организм, как пешие прогулки на свежем воздухе. Теперь гулять можно не только в парках в черте города, но и совершить туристический поход по достопримечательностям Самарской области. На весь маршрут уйдет несколько дней, но туристы-новички могут пройти его частями, добираясь до нужной локации на транспорте. Этот проект носит название «Большая Самарская тропа». О том, как его реализуют и что он из себя представляет, расскажет наша съемочная группа. Илья Еськин с 15 лет увлекается туризмом. С рюкзаком и палаткой за плечами прошел много туристических троп по всей Самарской области. Любовь к походам и туристической романтике Илья прививает и своим детям. Выходные в палатке, чаепитие с живописным видом, например, на горе Барсук или Царев-Кургане, стало для семьи Ильи обычным времяпрепровождением. О проекте «Большая Самарская тропа» турист-любитель узнал случайно, нашел информацию в интернете. Прежде чем осваивать новый маршрут, решил пройти курсы проводника-экскурсовода тропы, чтобы знать для себя и рассказать своим детям о том, кто может повстречаться во время турпохода и с чем можно столкнуться. По словам Ильи, такие проекты полезны прежде всего для подрастающего поколения. Помогают увидеть красоты нашего края, прибивают патриотизм и приучают к бережному отношению к природе. Оно вот как бы все рядом, перед глазами, но порой мы этого не замечаем. И вот этот проект, я думаю, он как раз ценен тем, что дает возможность это увидеть, увидеть красоты нашего края. Прошел обучение, ну это вот курсы некоторых лекций, очень познавательных, интересных, о животном мире, о нашем крае. Много интересного, конечно, такого, чего я не знал. Я даже не знал, что какие-то есть на местах. Проект «Большая самарская тропа» стартовал в августе прошлого года. Была разработана сеть экотроп для пеших прогулок. Она состоит из основной тропы, параллельных, радиальных и веток к общественному транспорту. Начало маршрута – стадион «Самара-арена». Тропа проходит по живописным местам Самарской области, находящимся между Самарой и Тольятти. На всем маршруте установлено 40 стендов с картой, указатели с QR-кодом, при наведении на который можно получить подробную информацию о местонахождении, о флоре и фауне этой местности. А не сбиться с пути помогут специальные обозначения, нанесенные на деревья. Расстояние из Самары в Тольятти теперь можно преодолеть пешком. 200 километров живописных троп, специально оборудованных для турпохода. На протяжении всего маршрута нанесены вот такие маркерные знаки. Красный с белым означает, что мы идем по основной тропе. Проект «Большая Самарская тропа» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Самарской области. Перед открытием тропы порядка 250 добровольцев, студентов вузов и СУЗов расчищали маршрут от бытового мусора. По словам организатора Дмитрия Шипули, именно эко-воспитание стало одним из поводов для запуска проекта. Задача проекта на самом деле гораздо более амбициозна. Это консолидация эко-волонтеров, молодежи вокруг создания. То есть тропа является поводом для того, чтобы люди воспитывались. Когда человек принял участие в очистке, у него потом, мы надеемся, что рука не поднимется бросать мусор. И именно вот это, наверное, лучшая форма эко-воспитания. Организаторы продолжают оформлять маршруты и развешивать указатели и знаки. Но «Большая Самарская тропа» уже открыта для турпоходов. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. Новый 93-й сезон «Самарский театр оперы и балета» открыл концертом на крыше модного городского пространства «Станкозавод». В лучах заката над «Волгой» прозвучали номера из опер, оперет и балетов русских и зарубежных композиторов. Какими премьерами порадует самарского зрителя коллектив театра в новом сезоне, узнала наша съемочная группа. Солнце, садящееся за горизонт, парусники на «Волге» и огни большого города. Новый театральный сезон «Самарский театр оперы и балета» открыл концертом на крыше модного городского пространства «Станкозавод». В лучах заката артисты исполнили номера из опер, оперет и балетов русских и зарубежных композиторов. 7 сентября по 2 октября в Самаре пройдет 4-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем», в котором примет участие и театр оперы и балета. Мы пригласили самые разные коллективы. Это будет многожанровый в этот раз фестиваль. Ну, конечно, основную его часть займет музыка и, конечно, произведения Дмитрия Дмитриевича. Здесь, в рамках этого фестиваля, наш замечательный театр приготовил нам сюрприз, премьеру. В новом сезоне зрители ждет премьера балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Барышня и хулиган», либретто которого написано по сценарию одноименного фильма. Главный герой «Хулиган» в исполнении Маяковского встречает на улице школьную учительницу и влюбляется. Он начинает посещать ее занятия, а однажды, защищая ее в драке, получает смертельную рану и умирает на глазах у возлюбленной. Это такая классика советского времени. Балет был очень популярен, он поставлен был в 962 году. Тем более, что в этом году юбилей Маяковского. Этот балет имеет непосредственное отношение, потому что он создан по киносценарию фильма, в котором играл сам Владимир Маяковский, который поставлен был в 918 году. В этом сезоне в октябре зрителей ждет премьера оперы Сергея Слонимского «Мастер Маргарита». Впервые опера была исполнена в 1972 году и сразу же оказалась под запретом. После она несколько раз исполнялась за рубежом. Только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте. В Самарском театре оперы и балета впервые опера «Мастер и Маргарита» будет представлена в полномасштабной постановке. Напомним, сотрудничество Самарского оперного театра с Сергеем Слонимским началось много лет назад. В 1999 году состоялась мировая премьера оперы «Видение» Иоанна Грозного, которая собрала в Самаре музыкально-театральную элиту России. Спектакль транслировался на федеральном канале. Опера, несмотря на то, что называется камерная, она будет иметь довольно-таки большой размах и масштаб. Она будет представлена на большой сцене театра. И там вас будут ждать очень много сюрпризов. Опера очень необычным языком музыкальным написана. И, мне кажется, очень хорошее режиссерское решение придумал режиссер Юрий Александров, которого здесь тоже знают, хорошо и любят. В этом театральном сезоне артисты Самарского театра оперы и балета отправятся на гастроли. В ноябре балетная труппа побывает в Санкт-Петербурге. А в декабре состоятся гастроли в Минск, где на сцене Большого театра Республики Беларусь самарские артисты покажут оперу «Любовь к трем апельсинам» в рамках Рождественского форума. Это самый престижный оперный фестиваль в Беларуси. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Самарская область по итогам народного голосования стала победителем фестиваля уличного искусства «Форм-арт». Церемония награждения прошла в Кировской области. Мурал Дмитрия Горшкова «Открытие возможностей», посвященный году педагога и наставника, набрал наибольшее число голосов. 27 тысяч от жителей Самарской области и 1147 от жителей других регионов. Второе место разделили участники из Саратовской и Кировской областей. Третье досталось художнику из Мордовии. Фестиваль «Форм-арт» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити. Больше 3000 человек из 170 субъектов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в марафоне на Кубок главы города. Международное легкоатлетическое соревнование прошло в Самаре шестой раз. В этом сезоне не обошлось без рекордов. Самым возрастным участником забега стал 94-летний Николай Михайлов. Остальные подробности в нашем материале. Покорение дистанции в 42 километра у опытных бегунов и легкоатлетов началось ранним утром. Этот отрезок шестого марафона на Кубок главы города самый протяженный. Важно правильно рассчитать силы на весь путь, говорят спортсмены. Чтобы совместить приятное с полезным, маршрут специально проложили мимо знаковых мест Самары. Площадь Куйбышева, Струковский сад, площадь Славы и Городская набережная. Спустя два с половиной часа на финише появляется первый бегун. Геннадий Канаев – неоднократный участник марафона на Кубок главы города. Эта победа – еще одно достижение в копилку. В этом году на марафоне изобилие дистанции практически на любой уровень подготовки. Есть полумарафон в 21 километр, маршрут в два раза меньше на 10 километров, Самарская миля – 1586 метров, а также самая популярная у спортсменов дистанция – 3 километра. Дистанция мне далась в принципе неплохо. Я поработала, но, естественно, это не мой максимум. Я бы хотела всем пожелать удачи, естественно, и чтобы люди выходили на старт обязательно тренированными. То есть только с помощью тренировок можно показать хорошие результаты. Поэтому у всех самых лучших результатов. Не обошлось и без рекордов в этом сезоне. Самому возрастному бегуну на дистанции в 3 километра – 94 года. Николай Михайлов успешно завершил гонку. Это финиш, друзья! Это финиш! Вот это так! Шестой Самарский международный марафон на Кубок главы города прошел в традиционном формате. Однако были и небольшие нововведения. В этом году у нас появилась зона ГТО на нашем мероприятии, где каждый желающий может прийти и сдать нормативы. И одна из дистанций, кстати, 3 километра, там, где она соответствует нормативам ГТО, она может быть зачтена как один из этапов. То есть любой бегун, который пробежал эту дистанцию, может прийти, и она будет ему зачтена уже в норматив ГТО. Для того, чтобы в дальнейшем он получил свой знак отличия. Попробовать свои силы в забеге на разных дистанциях в Самару приехали более 3000 участников из 170 субъектов России и четырех стран ближнего зарубежья. Победителей марафона наградила глава города Елена Лапушкина. Финалисты получили кубки, медали и подарки от партнеров акции. Михаил Гермоленко, Николай Пифанов. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской сообщает, что с 1 сентября в общественном транспорте Самарской области стартует транспортная акция. Сразу две скидки на проезд до 31 декабря 2023 года. Поездки станут дешевле на 8 рублей, если оплачивать их картой МИР, загруженной в смартфон. Карта жителя Самарской области, которая также выпускается на базе платежной системы МИР, сэкономит держателю еще больше – 10 рублей. Ее также можно привязать к своему телефону. Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании. При оплате проезда пластиковыми картами МИР или картой жителя Самарской области скидка на проезд не предоставляется. Администрация Советского района в телеграм-канале приглашает жителей на празднование Дня города 28 августа в 17.00 по адресу Свободы 5С. Это дворовая территория. Гостей праздника ждут увлекательные выступления творческих коллективов, викторины и интересные мастер-классы, спортивные игры. Приходить можно с семьей, с компанией, с друзьями. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий граждан государство предоставляет компенсационную выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok